Глава двадцать шестая Жизнь мою, от юности моей, которую сначала проводил я среди народа моего в Иерусалиме, знают все иудеи. Они издавна знают обо мне, если захотят свидетельствовать, что я жил фарисеем по строжайшему в нашем вере и исповедании учению, и ныне я стою пред судом за надежду на обетование, данное от Бога нашим отцам, которого исполнение надеется увидеть наши двенадцать колен, усердно служа Бога. За сию-то надежду царя Гриппа обвиняют меня иудеи. Что же, неужели вы невероятным почитаете, что Бог воскрешает мертвых? Правда, и я думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса Назарея. Это я и делал в Иерусалиме, получив власть от первосвященников. Я многих святых заключал в темнице, и когда убивали их, я подавал на ту голос. И по всем синагогам я многократно мучил их и принуждал хулять Иисуса, и в чрезмерной против них ярости преследовал даже и в чужих городах. Для сего-то, идя в дома с властью и поручением от первосвященников, среди дня на дороге я увидел государь с неба свет, превосходящее солнечное сияние, осиявший меня и шедших со мною. Все мы упали на землю, и я услышал голос, говоривший мне на еврейском языке, Савву, Савву, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против рожна. Я сказал, кто ты, Господи? Он сказал, я Иисус, которого ты гонишь. Но встань и встань на ноги твои, ибо я для того явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел, и что я открою тебе, избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, которым я теперь посылаю тебя. Открывать глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти к сатану и к Богу, и веруя в меня получили прощение грехов и жребий с освященными. Поэтому, царь Агриппа, я не воспротивился небесному видению, но сперва жителям Дамаска и Иерусалима, потой по всем земле иудейской и язычникам проповедовал, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела достойные покаяния. За это схватили меня иудеи в храме и покушались растерзать, но, получив помощь от Бога, я до сего дня стою, свидетельствуя малому и великому, ничего не говоря, кроме того, о чем пророки и Моисей говорили, что это будет. То есть, что Христос имел пострадать и восстать первый из мертвых, возвести свет народу иудейскому и язычникам. Когда он так защищался, фест громким голосом сказал, безумствуешь ты, Павел, большая ученость доводит тебя до сумасшествия. Нет, достопоченный фест, сказал он, я не безумствую, но говорю слова истины и здравого смысла, ибо знает об этом царь, пред которым и говорю смело. Я отнюдь не верю, чтобы от него было что-нибудь из всего сокрыто, ибо это не в углу происходило. Веришь лица Агриппа пророкам? Знаю, что веришь. Агриппа сказал Павлу, ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином. Павел сказал, молил бы я Бога, чтобы мало ли, много ли, не только ты, но и все слушающие меня сегодня, сделались такими, как я, кроме этих ус. Когда он сказал это, царь и правитель, вереника и сидевшие с ними встали, и отойдя в сторону, говорили между собою, что этот человек ничего достойного смерти или ус не делает. И сказал Агриппа фесту, можно было бы освободить этого человека, если бы он не потребовал суда у кесаря. Посему и решился правитель послать его к кесарю.